В Баткенской области на посту развилка по трассе Ожбаткен были остановлены две грузовые машины, которые перевозили минеральное удобрение, а именно селитру. При проверке у машин не оказалось каких-либо сопроводительных документов. Депутат кулундинского Аиль Навакенеша обратился к полпреду президента в области с просьбой передать удобрение местным фермерам. После чего Абдикарим Алимбаев выехал на место происшествия и провел там выездное заседание. В этом месте находятся две машины. Кто хозяин этих машин, неизвестно. Видимо, они оставили груз. Вайлок Мату заявили, что они не заключали каких-либо договоров на поставку селитры. Однако из других источников мне поступила информация, что якобы эти машины не пропустили через пост. Сегодня мы должны разобраться в сложившейся проблеме. Для того, чтобы выяснить, действительно ли селитра предназначалась фермером кулунду или это была попытка контрабанды в Таджикистан, полпредпрезидента переговорил с главой Аилок Мату. Абдикарим Алимбаев потребовал либо подтвердить, либо опровергнуть информацию о том, что земледельцам не хватает минеральных удобрений. 27 мая вы дали справку о том, что не нуждаетесь в минеральных удобрениях. Подписали лично своей рукой. Силовики задержали грузовики. Но уже 30 мая вы даете другую справку, что теперь удобрения вам нужны. Как вы разъясните эту ситуацию? В Аилок Мату Кулунду имеется более 2000 пахотных земель. Эта селитра очень нужна нашим фермерам. Мы составили список необходимых нам минеральных удобрений, утвердили его и поэтому снова направили справку. По данным Баткенской таможни, с начала года было выявлено 189 фактов контрабанды и нарушений таможенного режима. Сумма ущерба составила 6 миллионов 115 тысяч сомов. Напомним, что для предотвращения контрабанды в области были установлены временные посты, работают мобильные группы. Раньше было сложно установить, какие грузы и в каком количестве проходят по территории области. Но сейчас установили строгую документацию. Каждая Аилок Мату пишет, в каких товарах оно нуждается и какой груз должен пройти через пост. Благодаря этому количество контрабанды начинает сокращаться. Тот груз, который не соответствует документам, мы останавливаем. По информации аппарата полпреда президента, суммы ущерба взыскиваются в государственный бюджет. С начала года было выявлено 16 фактов провоза минеральных удобрений контрабандным путем.